В небе чисто, так прекрасно, так лучисто, звезда моя ясная. На репетициях артистов Тюза не узнать. В теплых кофтах и штанах они совсем не такие, какими привыкли их видеть зрители во время спектаклей. Но вязаные свитеры сейчас вполне объяснимы. Актерам нужно свести к минимуму вероятность простуды, ведь теперь они не просто артисты. В этом театральном сезоне они участники мюзикла, поэтому им нужно беречь связки. Для нас всех это была такая огромная авантюра. Не знали, что нас ожидает, сможем ли мы, справимся ли. Многие ребята открыли для себя, что они, оказывается, петь умеют. У меня больше такие эстетичные сцены, мне, наверное, проще всех в этом спектакле. Когда ты поешь, у тебя, я не знаю, стресс какой-то уходит, ты раскрепощаешься, освобождаешься. Не знаю, бурые эмоции, конечно, это вызывает. Но петь – это счастье. Мюзикл «Безымянная звезда» стал экспериментом в прямом смысле этого слова. Некоторые актеры до этого не то, что не пели на сцене, даже под нос себе стеснялись напевать. Но никто не отказался от участия в музыкальном спектакле. Каждому было интересно, получится или нет. Для меня именно мюзикл – это было вообще открытие. Я впервые участвовал в такой работе. Да, я играл драматического актера, играл в кукольных спектаклях. А вот именно мюзикл была первая работа. И это была сложнейшая, но крутая работа. Знаете, на самом деле я никогда не пел. Имеется в виду в спектаклях. И пел только дома в душе, правда. Потому что там тебя никто не слышит, и тебе ничего не нужно делать. И ты сам для себя поешь. И я помню это первое занятие. Это было, когда Наталья Владимировна пришла. Это было в малом зале. И когда мы все распевали, чтобы она узнала у кого какой голос. Я ни в одну ноту не попал. Я вам клянусь. Я ни в одну ноту не попал. Все смеялись. Я тоже смеялся. У меня волнение от этого начинается. И все. А вот сейчас я понимаю, что на самом деле можно научить вообще любого петь. Нужен просто хороший педагог. Нужен твой педагог. Для артистов Балаковского ТЮЗа таким педагогом стала Наталья Шалаева, которая преподает вокал детям в школе искусств номер 4. Для Натальи Владимировны мюзикл стал также экспериментом. До этого только раз вместе со своими воспитанниками она ставила детский музыкальный спектакль. А здесь за 4 месяца педагогу пришлось учить с нуля петь взрослых артистов. Вначале не все ребята попадали. Есть, которые ребята хорошо владеют голосом. Но есть ребята, которые не попадали вначале. Пока не могли понять, что это такое, что нужно сливаться с инструментом. Но вот благодаря регулярным нашим занятиям почти все, сейчас все заинтонировали ребята. И довольно-таки я говорю, молодцы, хорошо, прям рост виден. Мы оттачивали каждый номер и индивидуально, и работали и над хоровыми номерами. Разложили даже в финале на 4 голоса у нас в финале. Там есть такие моменты, где актеры поют. Но я думаю, что у нас будет дальнейшая тоже работа над постановкой голоса. Мы это все усовершенствуем, все развиваем. И дыхание, и вокальные данные, все это мы развиваем. Сейчас Наталья Шалаева и артисты Тюза работают еще над одним мюзиклом. На этот раз для детей. На сцене театра будет поставлена «Золушка». А все потому, что эксперимент удался. У нас, когда здесь на большой сцене начались репетиции, я сама даже захотела поучаствовать в этом мюзикле или там, может быть, в другом мюзикле. Как-то для меня театр вообще открылся с другой стороны. Думаю, ой, как здорово. Я до этого ходила, но не на мюзикл, а просто на постановку. Тоже мне нравилось, как играют наши актеры. А это, я говорю, я просто влюбилась в театр. Здорово. А безымянную звезду балаковцы смогут увидеть уже завтра, 14 октября. День, новый день, он унесет печали прочь. И забывая эту ночь, наступит новый день.